Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на канале Дома Гоголя. И сегодня мы поговорим с вами о двух именах, о двух писателях, которых, к сожалению, обходит сейчас вниманием читающая молодая публика. Обходит вниманием совершенно зря, потому что писатели – это необычайно актуальный и интересный в наши дни. А начнем мы с Юнимина Александровича Каверина. Он родился в 1902 году, вот он у нас на рисунке, в селе Капельмейстера, Абеля Абрамовича Зильбера, соответственно, его настоящая фамилия Зильбер. Каверин – это псевдоним, который молодой писатель взял в честь друга Пушкина, Петра Каверина, Кусара, помните, в Евгении Аменькине, в талон помчался он, Уверен, что там уж ждет его Каверин. Вошел и пробка в потолок, вина кометы, брызнул тох. Вот в честь этого Каверина и берет себе псевдоним молодой автор, когда учится еще в Ленинградском институте живых восточных языков по отделению арабистики. Там же он знакомится с кругом молодых писателей, которые входят в литературную группу Серепенова братья. Соответственно, да, тот самый Гусар Каверин, в честь которого берет псевдоним Каверин, и Серепенова братья. Членами объединения были Лев Лунс, Илья Груздев, Михаил Злощенко, Николай Никитин, Михаил Соломинский, Соломинский, прошу прощения, Лизавета Полонская, Константин Федин, Николай Тихонов, Севолод Иванов. Вот, собственно, они здесь, слева направо, вот Федин, потом Соломинский, Тихонов, Полонская, Зощенко у нас сидит, Никитин, Груздев и Каверин. Собственно, да, крайний справа. Вот еще одна интересная фотография Лунса, где вот Серепеновы братья, это 1920-е их оказыводы. И Серепеновых братьев объединял прежде всего ярый такой антиполитизм. Они считали, что писатель не должен быть связан с политикой. Да, вот эти 20-е годы, когда политическая полезность автоматически становится и литературной, когда большинство литературных течений и отдельных авторов так или иначе абсолютно политизированы, Серепеновы братья, да, отмежовываются от этого, от политики, они, да, как бы противопоставляют себя всей этой системе. И нам все равно, с кем был блог-поэт, автор 12-ти, Бунин писатель, автор господина из Сан-Франциско, да, заявляют Серепеновы братья. Мы собрались в дни революционного, в дни мощного политического напряжения. Кто не с нами, тот против нас, говорили нам справа и слева. С кем же вы, Серепеновы братья? С коммунистами или против коммунистов? За революцию или против революции? С кем же мы, Серепеновы братья? Мы с пустынником Серепенов. Пишет Клев Лунц в программном манифесте, почему мы, Серепеновы братья. С точки зрения партийных, я беспринципный человек. Я не коммунист, не монархист, не эсэр, а просто русский, заявляет Михаил Зощенко. Вот именно в это время, именно в этом кружке, в Серепеновы братья, складывается и идейно, и стилистически полностью складывается Каверин. Он принадлежит так называемому западному крылу, вместе с Лунцем и Соломинским. Западное крыло – это такие, да, несколько прозападные писатели. В центре их творческого метода западная новелла, авантюрный, обязательно какой-то очень яркий, стремительно развивающийся сюжет. Это вот абсолютно такой сюжетный кроз. Для нее обязателен, остросюжетность для нее абсолютно обязательна. И противопоставляется им восточное крыло объединения, это прежде всего Зощенко и Иванов, которые работают над бытовым рассказом. Вот что пишет об этом Ариев. В рядах «Серепленных братьев» Каверин занял вместе с Лунцем самый левый, западный фланг, отстаивая принципы динамичной, изящно построенной сюжетной прозы. На другом фланге были орнаменталисты, занятые местным колоритом и плетением словес. Вот, да, эти два колеса. И вообще сюжетность для Каверина всегда будет во главе литературного укла. Вот, что бы он ни писал, он всегда обращает особенное внимание на яркий, интересный, стремительно развивающийся сюжет. В общем, из-за этого он литературно и пострадает, как мне кажется, но мы этого коснемся чуть позже. В 1926 году Каверину удалось увидеть знаменитую постановку «Ревизор» в Мейер-Кольде. Легендарная совершенно постановка. Каверин пишет, «Ревизор» на две трети состоит из лицемерия, невежества, глупого тщеславия, тайной или явной ненависти, перемешанной с почти звериным эгоизмом. Но самое страшное, без сомнений, заключается в том, что никто этого не замечает. Или, если замечает, не придает никакого значения. Гоглевские герои живут рядом с предательством, гипнотическим беззаконием, настревским хамством. И никто, кроме сумасшедшего поприщина, не жалуется, что ему льют на голову холодную воду. Именно в этом, мне кажется, и заключается один из источников гоглевского реализма. То есть, про лицемерие невежества отметили в произведении «Ревизора», они никак не были в постановке. Вот под впечатлением этой блистательной постановки Каверин напишет на Веруу «Ревизор», в которой он объединит как раз комедию Гоголя «Ревизор» и записки сумасшедшего, тоже гоглевского. Поприщина он с Христоковым совместит необычайно интересный опыт. Я нас настоятельно советую прочитать эту вещь Каверина, потому что она действительно очень интересная. Прекрасный, стилистический, прекрасный молодой Каверин, которого у нас, к сожалению, очень мало знают. А произведение великолепное. Бухгалтер Чучугин сбегает из сумасшедшего дома, обменивается в бане с инспектором Галаевым одеждой, и происходят с ним некоторые приключения. В конце концов, показывается, что это все его безумный бред. Потом финал произведения закольцовывается с началом, и вот такой «Сон во сне», который еще во сне, это тоже напоминает еще одно произведение замечательное Николая Васильевича Коголя, «Портрет», где главный герой просыпается, но только для того, чтобы понять, что это опять в этом сне. Он вот опять просыпается, но это еще один сон, бесконечный сон во сне. В общем, Каверин использует похожий прием, и вот от этого произведения, от ревизора Каверина, можно перекинуть мостик и к произведениям «Булгар», где тема безумия тоже будет играть очень важную роль, в том числе в «Мастере» и «Майгорителе». Еще один момент небольшой. Алексей Копейкин пишет, «У всех серапионов были характерные прозвища. У Каверина – брат алхимик. Потому, наверное, что пытался он литературу поверить наукой. Поверить наукой. Искусство должно строиться на формулах точных наук». Начертано было на конверте, в котором он послал на конкурс свой первый рассказ. А еще потому, что хотел он слить воедино реальность и фантастику в каком-то новом, небывалом еще сентябре. Вообще, вот это вот начало Каверинского пути, вот эта вот попытка слить реальность и фантастику, конечно, здесь прямая дорога к Гоголю. И, в общем, из Гоголя он черпает вдохновение. Ведь здесь еще очень важно, что Серепионовы братья названы Серепионовыми братьями в честь немецкого романтика Гофмана. Из его сборника «Новелл» они заимствовали это название. Вот в этом сборнике есть, фигурирует литературное сообщество, которое носит имя пустынника Серепионов. Вот оттуда они берут эти Серепионовы братья. Поэтому, да, Гофмановская традиция очень важна для всех Серепионов. А Гофмановская традиция это в нашем преломлении в русской литературе это, конечно, Гоглевская традиция. Поэтому, да, вот из этих двух авторов выходит Каверин. И первое его произведение это абсолютно Гофмановское произведение. Он пишет его в 1922-м. Итак, к 1926-му году на Серепионов, да, вот на это течение явно аполитичное, да, более того, такое воинственно аполитичное. Оно, конечно, власть никоим образом власть, оно, естественно, не нравится. Оно не удовлетворяет амбицию власти, построить, что писатель это архитектор человеческих душ, он должен, да, проводить в литературу политику партии и аполитичный писатель вообще никоим образом не нужен Советскому Союзу. Поэтому, да, в 1926-м году начинается уже гонение, общество перестает собираться, в 1926-му году уже, да, споры не проводятся, ну, и довольно скоро фактически Серепионовы и братья прекращают свое существование. Федин напишет похищение Европы, ярое такое политическое произведение о противопоставлении Запада и Советского Союза. Кочевников напишет Тихонов, повесть о Левине напишет Слонинский, да, о Евгении Левине немецком коммунисте. Вот это все уже будут абсолютно политизированные произведения, да, практически все Серепионы откажутся от вот этой своей главной идеи о политичности. Каверин тоже попробует, Каверин тоже попробует, роман «Исполнение желаний» выйдет вот в этих страшных 35-36 годах, он будет написан, в 36-м году выйдет, и в общем это такая вот попытка Каверина влиться в это вот течение нового, возникающего, развивающегося, крепнущего соцреализма, конечно, это не соцреалистический роман, но это вот какая-то попытка найти себя в этой новой литературной среде. Попытка, мне кажется, в общем, довольно неудачная, хотя по этому роману был поставлен очень неплохой фильм Светланы Дружининой, о которой как раз говорили недавно в рамках Киноликтории, в 1973 году на Мосфильме был поставлен фильм, где Смоктуновский вот играет замечательную роль Дмитрия Бауэра, сына. Ну, сюжет там в произведении довольно простой. Молодой филолог, молодой ученый-филолог Николай приезжает для работы в архив в библиотеку профессора Сергея Бауэра, влюбляется в его дочь Машу и противостоит его сыну Дмитрию, который как раз Смоктуновский играет. Дмитрий после смерти своего отца пытается продать его архив, страшный, дорогой, бесценный архив и уехать за границу. Но Николай вместе с комсомольцами останавливают его, отбивают этот архив и, в общем, все заканчивается таким вот социалистическим хэппендом. Ну, конечно, слабый сюжет для Каверина, потому что, да, он любит бесконечные неожиданные повороты, стремительное развитие. Здесь это видно, как ему душно в рамках вот этого нового соцреализма. Видно, что некоторые какие-то, да, повороты абсолютно такие надуманные, натужные. Произведение развивается тяжело. Видно, что Каверину тяжело написать. Но потом приходит война, немножко, да, гнет, цензурный, ослабевает, и Каверин публикует, наверное, пишет, и потом, да, после войны, публикует, наверное, главное свое произведение, два капитана, произведение, которое дышит. Вот он находит, как и многие, на самом деле, писатели того времени, да, которые не могут в этом жестком соцреализме найти себе место, они уходят в приключенческую литературу для юношества. Ведь на самом деле, в чем главная трагедия Каверина, да, два капитана, в чем главная трагедия Каверина? Он поклонник стремительно развивающегося сюжета. Он поклонник вот этой вот западной такой стремительной новеллы. Естественно, в Советском Союзе 30-х годов уже никакая, во-первых, западная традиция не может жить. Здесь есть только одно – соцреализм. И, что самое главное, никакой неожиданный сюжет, он, неожиданный сюжет, он приравнивается к преступлению. Потому что для советского читателя не нужно ничего неожиданного, не нужно ничего нестандартного, не нужно ничего, не дай бог, как-то выбивающего его из пельи. Все должно быть очень понятно, все должно быть очень логично. Ведь что делает литература? Литература проводит жизнь линию партии. А линия партии, она абсолютно понятна, она линейна. Здесь нет никаких неожиданных зигзагов, поворотов. Отклониться от линии партии значит совершить преступление. Как должна развиваться вот каждый характер абсолютно прописано. Герой должен быть героем, злодей должен быть злодеем. Злодей не может победить в произведении социализма. Если злодей как-то остается в живых или здравствует к суп произведения, только если он исправился, есть абсолютные штампы, в том числе и самое главное, это сюжетные штампы, по которым развивается любое произведение социализма. Оно обязано быть по этим сюжетным штампам. Не дай бог, что-то вдруг неожиданное там будет и куда-то никуда повернет автор. Поэтому вот в этих условиях такого абсолютно загранного в узкие рамки сюжета каверину невозможно дышать. Он-то как раз прежде всего за сюжет необузданный, за сюжет неожиданный, за сюжет стремительный. А именно такой сюжет сейчас и невозможен. Поэтому он находится... Все должно быть прогнозируемо и предсказуемо. Остросюжетность в СССР фактически оказывается вне закона. И каверин находит себе такую лазейку в виде подростковой литературы, приключенческой подростковой литературы. Хотя на самом деле конечно никакая это не подростковая литература. И вот это деление на литературу для подростков и литературу взрослую, серьезную литературу, оно существует только в головах у вот этой партийной верхушки. Подростковой литературе позволяются какие-то вещи, которые не позволяются взрослым, серьезно. Ну, потому что подростки вроде как они еще недостаточно окрепли для того, чтобы читать настоящие серьезные сюжеты. Те самые прямолинейные о строительстве коммунизма. Поэтому им можно дать послабление вот в виде такого, да, в виде интересного сюжета. И поэтому, конечно, два капитана читают люди всех подростков. Да, 60, 70, 80 лет. Никто там это, естественно, не подростковый литературе. Советский Союз весь читает это произведение, потому что от него веет жизнь, живой такой, необузданной жизнь, жизнь незагнанной в рамке вот этих вот постулатов социализма. И да, и поэтому это произведение становится таким, производит такой фурор. После войны Каверин, да, вообще будет вести себя очень смело. Очень смело. Вот как у него не пошло вот у него вот это внедрение в литературу социализма, так он практически больше уже и не будет его пробовать. Он не будет изменять, грубо говорить, свои музе. Он будет издавать альманах «Литературная Москва». Ну, не издавать, он будет одним из членов редакционного совета этого альманаха получит за это по шапке, потому что альманах будет издавать стихи Заболоцкого, Цветаевой, которую, да, они попытаются, вот, ей бы фактически, да, было запрещено публикация в деле произведения, вот, попытаются ее все-таки протащить и протащат в этот альманах. Здесь будет Оренбург, Лидия Касанчуковская, в общем, много таких замалчиваемых авторов, неугодных авторов. Поэтому, да, после двух выходов этого альманаха, литературная Москва, альманах будет разгромлен, закрыт, с Каверином будет много неприятностей, проработок, его сын рассказывает. Каверин был членом редколлегии и занимался делами альманаха очень активно. Первый том альманаха вышел в январе 1956 года накануне 20-го съезда партии. Он не только имел успех у читателей, он был благосклонно принят критикой и начальством. Второй том вышел в конце 1956 года, в нем была напечатана вторая часть романа «Открытая книга». Обстановка к тому времени сильно изменилась. Венгерском демократическом движении, которое было подавлено советскими танками в ноябре 1956 года, важную роль играли писатели – клуб Петефи. Поэтому теперь либерально настроенная литературная общественность была под подозрением. Да и вообще атмосфера в литературе и общественной жизни стала после венгерских событий более суровой. Второй альманах «Литературная Москва» был встречен в штыки. Особенно большую ярость вызвал рассказ Яшина Рычаги. Яшин, который вряд ли в то время мог прочесть Орова, описал, тем не менее, то явление, которое Оровал назвал двоемыслием. Это не могло пройти незамеченно. Так что альманах, скорее всего, громили бы и без венгерских событий. Дело не ограничилось критическими нападками в печати. Заседали партийное бюро и комитеты. Писатели членов партии обязали признать ошибки на обсуждение альманаха в союзе печателей. Каверин не был членом партии и ошибки признавать не желал. На обсуждение он решительно защищал альманах. Он волновался, у него срывался голос. Заключавший обсуждение Сурков, бывший тогда видным литературно-партийным чиновником, сказал, как всегда с оконем, видно, что нешуточные вопросы мы здесь обсуждаем. Если один из основоположников советской литературы так волновался, что даже пустил петуха. Имманул Казакевич, главный редактор и монах, очень выразительно воспроизводил эту речь Суркова. Мои сестры потом долго называли отца, не иначе, как основоположник. В 1958 году Каверин чуть ли не единственный, один из немногих, особенно один из немногих писателей старой школы, кто отказывается участвовать в травле Бориса Пастернака и подписывать письмо против Пастернака после того, как на Западе опубликуют его роман Доктор Живага. Более того, Каверин подпишет письмо в защиту Даниэля Исинявского. Совершит уже такой совсем самоубийственный самоубийственный понятно, что расстрелов тогда уже не могло быть, но запрет печати, а то и в общем такая ссылка куда-нибудь вполне ему могли грозить. В 1967 году он готовит для четвертого съезда Союза писателей СССР речь насущные вопросы литературы, речь, которая громит социализм и которую ему запрещают зачитывать. В 1968 году в открытом письме он объявил о официальном разрыве с Фединым, который не допустил до печати раковый корпус Солженицкого. В общем, да, Каверину как человеку очень мало что можно предъявить каких-то претензий. Он вел жизнь абсолютно честно. Вот он попытался тогда встать на позиции социализма, попытался стать советским писателем, не вышло. И все. И он больше так, он последний вообще из серопионов, кто пытается остаться аполитичным. Зощенко нет. Вот единственный из них из всех это Каверин. Он пытается действительно всю свою жизнь абстрагироваться от политики. Он в партию не вступает, что совершенно безумно по тем временам. Вот что пишет о нем Евгений Шварц. Ни тени предательства, ни попытки бросить товарища в трудную минуту, отказаться отвечать на его горе, мы не видели за все 30 лет дружбы от Каверина. Мы отводили на нем душу еще и потому, что недостатки его были так же ясны и просматриваемы, как и все его существа. И вдруг поняли, жизнь показала, время подтвердило. Каверин благородное простое существо. И писать он стал просто, ясно, создан в своих книгах мир несколько книжный, но чистый и благородный. И мы любим теперь его и весь его дом. Да, вот удивительно, каким мог бы быть писатель Каверин, если бы не вот удушливая атмосфера, которая удушливая, литературная атмосфера, которая была при его жизни, при его творческом развитии, потому что, обратите внимание на его ранние произведения, это совершенно фантастическое, действительно, смешение, продолжение гогольской традиции, очень интересное. Это смешение фантастики и реальности, этот блестящий стиль. Но, конечно, писать то, что он хотел бы, в советской России было невозможно. Вот еще одно интересное штрих к портрету Каверина из письма Чуковского Каверина. «Что же касается меня, я застенчиво храню в памяти и никогда не забываю вашей великодушной защиты моего Бибегона от глупой и распутной Мишаковой. Дело было не в Бибегоне, а во всем моем писательском существовании. Меня схватили за горло и души, и вы ударили душители по рукам». Здесь имеется в виду эпизод, который Чуковский записал в своем дневнике 25 июня 1946 года. «Третьего дня вечером пришел ко мне в Переделкино Алянский и сказал, что ведется большая кампания против Бибегона. Бибегон вполне беззащитен. Стоит завтра кому-нибудь какому-нибудь ослу заявить, что в этой сказке политические намеки, и книга будет изъята. Дед Гиз не выпустит ее, Мурзинка прекратит ее печатать». Встревоженный пошел я к Фадееву, рассказал ему свое горе. Там был Каверин. Этот чудесный человек принял мое горе до такой степени к сердцу, что решил поехать завтра в ЦК ВЛКСМ, чтобы отпарировать удары, направленные против Бибегона. В ЦК ВЛКСМ собрались все подсудимые. Бабушкина, Халтурин, я, Алянский. В качестве судьи прибыли библиотекарши, два-три педагога, Лидия Пон и Каверин. К Бибегону предъявлены были идиотские обвинения. Внучки мои завизжали. Что это за выражение? Завизжали. И так далее. И вот, да, Каверин по воспоминаниям Чуковского защитил Бибегон, он попытался отставить, он отстоял. Это произведение, произведение все-таки допечатано, Чуковский был всю жизнь, ему благодарен за это. Так что, действительно, человек простой и безупречный такой вот честности. И, конечно, вот эти два капитана, это романтика, Боря, а тогда же все честные люди, они уходили в эту морскую романтику. Вот мы недавно вспоминали с вами про Бориса Смоленского, про Когана, про тех, кто не вернулся, к сожалению, с этой страшной войны. Очень много было писателей, которые именно здесь нашли отдушину, хоть какую-то. Вот Каверин один из них. В 70-е годы он начал писать книгу «Эпилог», книгу «Воспоминания» о своей жизни, очень честную, убийственно честную, где он приводит какие-то факты из своих отношений с другими писателями, поведение очень многих таких звезд советской литературы, и это совершенно чудовищное поведение, совершенно ужасное. Он честно об этом пишет и я думаю, что он, конечно, имеет право об этом писать, то, что сам он провел жизнь предельно честную, которая только могла быть в тех совершенно чудовищных условиях. Вот, например, я прочитаю вам один из фрагментов из этой книги «Эпилог», я советую вам обязательно прочитать, это замечательные мемуары, которые показывают обратную сторону советской литературы. И очень много интересных штрихов дополняют к главным звездам литературы. Страх был разным. В 20-х годах один, в 30-х другой. В 20-х о нем можно размышлять, его можно было осуждать, он уже диктовал, но у него был неуверенный голос. В самой партии еще не были выжжены демократические навыки, а страх и демократия не совместимы. Когда в 1925 году я выпустил поведение «Конец Хазы», она была встречена статьей, которая называлась «О том, как Госыздат выпустил руководство к хулиганству». В 30-х такая статья была бы сигналом к всеобщей травме, тем более, что она появилась в «Ленинградской правде». Между тем, она лишь подстегнула интерес, и хотя тираж был задержан на полгода, повесть имела успех. Уже еле волочат, и вот еще один фрагмент, уже еле волочат многие еще оставшиеся в живых 70-80-летние серапионы, уже давным-давно или не братья, а враги или равнодушные знакомцы, а в редакции и облитых все еще притворяются, что нет и не было никогда ни Лунца, ни идеологически порочной литературной группы. Мертвые и живые, они отреклись от своей молодости, как Всеволод Иванов, который заявил на первом съезде писатель, что «мы за большевистскую тенденциозность в литературе». Когда в 60-х годах я стремился напечатать статью «Белые пятна», где попытался выступить в защиту бывших братьев, Дементьев принес в редакцию и показал мне 10, а то и 15 отречений, в которых все серопионы, кроме Зощенко и меня, порочили свою вольнолюбивую юность. Но ничто не может остановить механическую, пропавшую трубным ядом инерцию сталинской команды. И это не случайно, это далеко не случайно. Вся наша духовная жизнь пропитана инерцией, стабильностью, отказом от любых перемен, боязнью стронуть что-нибудь с места чудовищной медлительностью интеллектуального развития. Вот эта удушливая атмосфера, которая больше всего убивала всю жизнь Каверина. Вот это инертность, вот как он начал с этой идеи быстрого, стремительного развития сюжета и в книгах, и в жизни. И вот в этой, конечно, системе, в которую он попал, в системе меган, абсолютно инертной жизни, конечно, ему не было места, как писать. Он как мог нашел какие-то лазейки, чтобы хоть как-то продолжить писать, но, конечно, как мне кажется, он не воплотил свой потенциал до конца. И читая его книги, мы видим сколько еще ярких эмоций, сколько огня есть в этом человеке, огня, который, к сожалению, он не может никуда воплотить. Так что я советую обратить на этого писателя пристальное внимание, потому что без всякого сомнения этот писатель вашего внимания достоин. Ну, а теперь я передаю слово Светлане Панченко, которая расскажет вам об еще одном очень важном имени, которое, к сожалению, сейчас становится именем все больше и больше забываемым. Давайте послушаем. Здравствуйте, дорогие наши зрители. Мы рады вас приветствовать на канале Дома Гоголя. И сегодня в рамках цикла, который у нас проходит по четвергам, мы ведем его я, Светлана Панченко и Александр Шамарин, мы поговорим о писателе, произведении которого, к сожалению, сейчас мало читают, о Борисе Полевом и о его повести о настоящем человеке. Когда-то в советское время ни одна школьная программа не обходилась без того, чтобы дети читали и знали эту повесть, повесть о настоящем человеке. Написан Борисом Полевым после войны за 19 дней в рекорда короткие сроки, сделавшие его знаменитым и, между прочим, он, благодаря ее написанию в печати, получил сталинскую премию. Сейчас это произведение, к сожалению, забыто, имя Бориса Полевого тоже уже практически растающего поколения не знает и только пожилые люди пожалуй вспомнят о нем. Борис Полевой нам известен как автор одного романа, но это далеко не так. В его литературной биографии и несколько сценариев и много литературных произведений и путем по литературной жизни так же, как и Василий Бросин, о котором мы говорили в прошлый раз, дал Максим Горький. Первый раз он напечатался в 1928 году, сам он урожен из города Твери и впоследствии как респондент газеты «Правда» он как раз во время Великой Отечественной войны воевал на Калининском пронде, потому что, как вы помните, Тверяк так и называлась Калинин. И там он стал заметен, прославился тем, что описал подвиг местного жителя Михаила Кузьмина, который, повторив подвиг Ивана Сусанина, увел фашистов глубоко в лес и там погиб сам и, в общем, их увел, наверное, в гибель. А затем его сделало известным в повести о настоящем человеке. Повесть о человеке по имени Алексея Мореси. И вот это тот редкий случай, когда книгу надо читать с окончания, с конца книги, потому что там действительно описываются реальные события, встреча корреспондента первого лица, идет повествование Бориса Полевого с Алексеем Моресиевым. В своей повести Борис Полевой изменяет только одну букву фамилии, оставляет имя и реальные события, которые происходили в жизни главного героя и его военный подвиг. Вот перед вами как раз Алексей Петрович Моресиев, настоящий человек, который, оказавшись подбитым на своем боевом самолете, пробирается своим в течение долгого времени. Происходит это 5 апреля 1940 года. Самолет терпит крушение в Новгородской области, в районе Малдае. Очень местные жители до сих пор помнят об этом происшествии. Очень гордятся тем, что Борис Полевой описал их родные места. Я была там 4 года назад, и об этом до сих пор помнят. И говорят даже достаточно молодые люди. И затем он пробирается в свои и к сожалению в результате ранения, в результате падения его нижние конечности, правильно так это называют, ноги, имеют генгриозное содержание. И он чудом остается жив, потому что тоже это реальное событие. Профессор Теребинский по пути он уже лежит по дороге морг, увидев его, осматривает и срочно отправляет ему операционную, ему делают компенсацию ног, и он благодаря этому выживает, о чем сам безумно жалеет, говоря, у меня оставалось три патрона. Один можно было потребить на себя. Он живет и не вернуться в большую авиацию. Надо сказать, что путь в авиацию реального человека Алексея Петровича Морисова был очень непростым. Дело в том, что в детстве он серьезно болел, он был болен маэрией, и в результате этого у него было осложнение в виде ревматизма. И он не мог пройти медицинскую комиссию для того, чтобы в авиационное училище и долго добивался того, чтобы оказаться в авиации. По комсомольской путевке он завербовался в строительство авиационного завода в Сибирь, на Дальний Восток, точнее, в Комсомольск на Амуле. Оттуда он призывается на службу в армию, он служил на Сахарине, и только после этого уже он поступает в авиационное училище и становится летчиком. Война его застает в городе Батайск, самонароженец в городе Камышино, так как и главный герой повести о настоящем человеке. И вот происходит вот такая неприятность 5 апреля 42-го года, когда он, его самолет терпит крушение. И он прибирается долгое время к своим, доходит до крайней степени дистрофии и в воле случая, в общем, оказывается на Большой Земле, и, как я уже сказала, вот после операции оказывается без ног. И вот тут возвращаясь уже к литературному произведению, отходя от реальных событий, которые, между прочим, в «Повести о настоящем человеке» Борисом Полевым описаны очень цельные, очень яркие персонажи, их очень много. сестра Клавдия, комиссар Семен Воробьев, товарищи по палате Алексея Мересева, даже его мать, которая, в общем-то, так вот, литмотивом проходит в этой повести, девушка Ольга, которую он боится написать, потому что он остался коллегой, его товарищи боевые, то есть вот все-все персонажи, они очень цельны. Замечательное описание природы, с которого начинается как раз-таки вот повесть. Заканчивается она, как я уже вам сказала, вы начинаете ее читать, если вы вернетесь с конца, где описываются реальные события, встречи Бориса Полевого с Алексеем Морейсиным, а начинается она с описания природы, с яркого описания животных, с описания того, как дышит лось, как идет медведь, как шевелятся ветви, то есть это действительно очень ярко, очень замечательно. Конечно, Борис Полевой, он ярко литератор, большой мастер слова. Так вот, перед вами одна из иллюстраций повести о настоящем человеке, где изображен пенесар Семен Воробьев, которого тогда он, к сожалению, устончался тоже в результате ранения товарища Палати, соседка Палати Алексея Мересева, когда тот находился в дикой депрессии и думал о том, что жить не стоит, дает ему статью, в которой описано случай из времен Гражданской войны, когда человек вернулся в большую авиацию, летал на самолете без ступни. И вот благодаря этому Алексей снова верит в себя, возвращается к жизни и идет, в общем-то, к своей цели, к намеченной цели большим трудом. И действительно он к ней приходит и возвращается в большую авиацию всего лишь через год, в 1943 году он снова в строю и, несмотря на протезы тяжелые, он летает на самолете и совершает определенное количество боевых подвигов, учит подрастающее поколение, но в 1945 году уже он с большой авиацией уходит и, в общем-то, больше занимается, конечно, общественной деятельностью, его много приглашают на выступления, я уже говорила, что в 1946 году «Поис в настоящем человеке» была экранизирована и, в общем, конечно, была поставлена в Большом театре оперы Сергеем Прокофьевым «Поис в настоящем человеке», то есть, в общем, он, конечно, становится знаменитой такой личностью и все, конечно, его как-то время знали и узнавали. Сейчас покажу его по телевидению, выступал по радио, и сейчас, несмотря на то, что, как я уже сказала, это книга, которую мало читают, есть все равно памятники, которые напоминают о событиях, которые там описываются. Вот родина настоящего человека Алексея Марийского, город Камышин, замечательный город на Волге. При въезде вот стоит такая стела, где написано, что это, как раз-таки, родина Алексея Марийского. Конверты с его изображением были в ходу места, которые связаны с его жизнью, имеют мемориальные доски. И памятник тоже на его родине, в городе Камышине существует. Вы видите блачокный караул, который памятник играет, когда-то у него выставляет. То есть вот о нем помнит, о нем знает, но, к сожалению, книгу не читает, хотя очень зря, потому что я уже сказала, что читается она легко, замечательно, приятно, очень захватывающе. И, несмотря на то, что это советская литература, есть, конечно, там моменты такие очень сейчас уже кажущиеся, даже, можно сказать, смешными, но ничего, все равно она читается очень здорово. Марка с изображением Алексея Петровича Мария Есиева. Я уже говорила, что он прожил долгую жизнь, умер уже в 21 веке, в 2001 году, собираясь на свое выступление в театр российской армии. И закончить мне рассказ о настоящем человеке хочется тем, что увлековечен он не только в памятниках, не только в марках, в конвертах, не только мемориальными блосками, но и в таком замечательном весеннем кустарник и как сорт сирени, как сирени обыкновенная. Был такой не менее замечательный настоящий человек Леонид Колесников, который занимался селекцией сирени. Вот второй сорт, который он выявил в 1951 году, носил и носит имя Алексея Маресева. Отличается он тем, что лепестки сирени напоминают пропеллер, авиационный. То есть вот селекция специально шла на этот видовой признак. Очень ароматный сорт сирени и в общем красивый. И вот в преддверии как раз периода, когда сирень будет в системе, мне кажется это интересно сказать. И всем вам желаю вот такой вот сорт повидать или высадить на своих садовых участках в преддверии победы, в послепобеде Майси, чтобы она рада была. Спасибо за внимание. Итак, друзья, мы поговорили сегодня о двух именах о Борисе Полевом и Вениамине Каверине. О двух писателях, которые, к сожалению, незаслуженно забываются современной читающей публикой. Хотя в их творчестве можно найти еще много актуальных, очень интересных и очень неожиданных вещей. И я советую вам обратить на это творчество внимание. Ну, а мы с вами встретимся через неделю. Всего доброго. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok